Добрый день, дорогие слушатели! Приветствуем вас в эфире аудиопрограммы «В гостях у сказки». Для вас читает актёр севастопольского тюза Александр Ревков. Садитесь поудобнее, сказка начинается! Николай Носов, Заплатка У Бобки были замечательные штаны. Зелёные, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался. Смотрите, ребята, какие у меня штаны! Солдатские! Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зелёных штанов не было. Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошёл поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна. Я больше не буду, зашей, мама. Сам зашей. Так я же ведь не умею. Сумел порвать, сумей. И зашить. Ну! Я так буду ходить, проворчал Бобка и пошёл во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка и стали смеяться. Какой же ты солдат, говорят, если у тебя штаны порваны. А Бобка оправдывается. Я просил маму зашить, а она не хочет. Хе-хе, разве солдатам мамы штаны зашивают, говорят ребята. Солдат сам должен уметь всё делать. И заплатку поставить, и пуговицу пришить. Бобке стало стыдно. Пошёл он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать её к штанам. Дело это было нелёгкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой. «Ай! Чего ты колешься? Ах ты противная!» Говорил Бобка иголки и старался схватить её за самый кончик так, чтобы не уколоться. Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. «Ну, куда же это годится?» Ворчал Бобка, разглядывая штаны. «Ещё хуже, чем было!» «Придётся всё наново переделывать». Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил её, приложил снова к штанам, хорошенько обвёл вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать её снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и всё время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту. Он долго возился, сопел и кряхтел. Зато, когда всё сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами. Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. «Вот, молодец!» — говорили они. А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал. А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил «Эх, мне бы ещё пуговицы научиться пришивать». Да жаль, ни одна не оторвалась. Ну ничего, когда-нибудь оторвётся, обязательно сам пришью. Дорогие слушатели, благодарим вас, что были с нами. Не забывайте рассказывать о проекте своим друзьям и делиться в комментариях впечатлениями. До новых встреч!